Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня коротко хочу рассказать вам о Эль-Карнитине. Почему коротко? Потому что очень много сейчас на самом деле есть информации о нем в сети, в статьях, в исследованиях. Но обращаю ваше внимание на один момент. Эль-Карнитин не является жиросжигателем. Если говорить откровенно, с тех пор, как был запрещен эфидрин, жиросжигателей не осталось. И я вам не советую покупать никакие жиросжигатели, это деньги на ветер. Они работают только при соблюдении грамотного рациона питания. А при соблюдении грамотного питания вам никакие жиросжигатели не нужны. Если хотите усилить эффект для жиросжигания, я советую принимать йохимбин. Очень хорошо помогает экстракт левзеи, а также имбирь. Имбирь с лимоном служит хорошим иммуномодулятором. Это будет полезно, когда вы болеете. И даже для здорового человека будет защищать вас от различных заболеваний ОРЗ. Вернемся к Эль-Карнитину. Почему Эль-Карнитин не жиросжигатель? И почему многие считают его жиросжигателем? Просто люди не разоберутся никогда до конца и начинают выдвигать свои теории. Что делает на самом деле Эль-Карнитин? Это действительно шикарная добавка, которая помогает, которая омолаживает. И я советую, настоятельно рекомендую тем, кто ведет активный образ жизни, вашим родителям, старикам, дедушкам, бабушкам. Покупайте эту добавку. Особенно в ацетиловой форме. Ацетил Эль-Карнитин более биодоступен. И его можно употреблять в меньшем количестве. Что делает ацетил Эль-Карнитин в организме? Советую почитать, есть большие исследования. Он защищает сердечную мышцу. Потому что все процессы, которые он улучшает, они происходят в митохондриях в каждой клеточке нашего организма. И наряду с коэнзимом Q10, ацетил Эль-Карнитин может являться хорошим препаратом для сохранения и улучшения здоровья в старости. И, конечно же, применяться грамотно спортсменам. На самом деле, ацетил Эль-Карнитин или просто Эль-Карнитин захватывает жировые молекулы, которые выбрасываются в кровоток и превращает их в энергию в митохондрию. Это очень хорошее свойство Эль-Карнитина. И здесь сделаю еще отсылочку, что Эль-Карнитин продавался в советские времена для беременных широко и во всем местах, в аптеках. Потому что знали, насколько это полезный препарат и для матери, и для будущего ребенка. Так вот, когда ацетил Эль-Карнитин захватывает жировую молекулу, превращая ее в энергию, многие подумали, что он жиросжигательный. Но, друзья, он не отщепляет жировые молекулы. Только те молекулы, которые уже попали в кровоток благодаря вашей активной деятельности, благодаря грамотному питанию, физической нагрузке, только такие жировые молекулы могут быть захвачены ацетил Эль-Карнитином и превращены в энергию в митохондриях, которая пойдет на оздоровление. Но если вы переедаете, если вы неправильно питаетесь, то вся эта энергия в виде жира опять-таки вернется в жировые депо. До следующего раза. Поэтому, друзья, всегда следите за своим питанием. За тем, что, когда и как вы едите. Не забывайте, что на моем сайте hmgym.ru совершенно бесплатно в свободном доступе есть статьи о питании. О питании для массы и для похудения. Потому что тренинг не влияет на то, набираете вы массу или худеете. Только питание направляет нас с вами в сторону похудения, либо в сторону масса или жиронабора. Только питанием мы можем это регулировать. Но, конечно, я понимаю, что инструкторам, выкидышам от фитнес-фитнес-индустрии выгодно навязывать вам идею о том, что тренироваться нужно каждому индивидуально, отдельно, чуть ли не каждому изобретать под каждого человека своих программ. Это полная глупость. Все мы с вами одинаковые. Отличаемся только психологией, либо какой-то внутренней биохимии. И то не настолько, чтобы не было таких практик, как медицина. Иначе бы таблетки не действовали бы на всех. Иначе бы обезболивающее не действовало бы на всех. Не было бы такой науки, как анестезиология. Понимаете? Питание регулирует, куда мы движемся, в какую сторону мы движемся. А тренироваться всегда и всем нужно примерно одинаково. База, база и еще раз база. Если вы натурал, про изоляцию можете вообще забыть. Только базовые движения могут изменить вас в лучшую сторону. Девчонки, если вы хотите увеличить вашу боку, то это способность сделать всего лишь два упражнения. Тяги и приседания. Никакие махи, ни при каких условиях не увеличат вашу ягодичную мышцу. Да, можно давать нагрузку на боку, чтобы она укреплялась. Но увеличить ее невозможно макрами. Конечно же, если вы не употребляете фармакологию. А я думаю, что вы не настолько глупы. О чем хочу сказать? Заключение. Покупайте ацетиловую форму L-карнитина и никогда не превышайте дозировку, указанную на упаковке. Это касается именно L-карнитина. Почему? Потому что высокие дозы L-карнитина, ацетилов L-карнитина, могут повернуть процессы в нашем организме и заблокировать получение энергии организмом от жировых молекул, от жира. И полностью переключить его на углеводное обеспечение энергии. То есть вы будете брать, черпать энергию только от углеводов. Хорошо это или плохо решать вам. Но тот, кто стремится избавиться от лишних жиронакоплений, должен понимать, что только указанная на упаковке производителем доза будет действовать так, как вам необходимо. И не забывайте все-таки, не жиросжигатель L-карнитина. L-карнитин шикарный продукт. Наряду с коэнзимом Q10 должен быть включен в рацион каждого человека, каждого спортсмена. И чем старше человек, тем более полезен для него будет L-карнитин. Друзья, надеюсь, этот ролик был вам полезен. Можете не ставить лайки, не подписываться на канал. Но если вы считаете, что эта информация полезна, поделитесь данным видео со своими друзьями. А мы, как всегда, увидимся с вами в следующий раз в тренажерном зале. Пишите ваши комментарии в группе ВКонтакте, здесь, на канале, в комментариях. Я на все адекватные комментарии и вопросы стараюсь отвечать. Вы это знаете. Увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Всем пока.